Здравствуйте, с вами программа Трибуна в студии Владимир Нестеров и сегодня мы обсуждаем положение дел в российской энергетике. У нас в гостях Виктор Ракотский, член комитета Сайта Федерации по экономической политике, сенатор от Ярославской области. Виктор Викторович, здравствуйте. Добрый день. Одна из самых основных, наверное, животрепещущих проблем российской энергетики – это задолженности. Много задолжений? Да, вот эта вещь, которая очень отрицательно сказывается как на развитии энергетики, как с его экономического комплекса страны. Все-таки давайте вспомним первое, что энергетика – это основа экономического развития страны и благополучия жизни населения. То есть она имеет социально важный фактор. Вот я как-то говорил, что энергетика – социальный барометр общества, потому что на нем отражается все. Ведь вряд ли в каких-то отраслях, если происходят какие-то изменения, мы очень остро на них реагируем. А вот в энергетике практически всегда, когда особенно вопрос касается новой политики. Вне сомнения, энергетика – важнейший фактор нашего благополучия. И поэтому ее развитие, ее нормальная работа является постоянной заботой государств, в том числе и Совета Федерации, Федерального Собрания. В последнее время крайне отрицательный фактор – неплатежи. Вы понимаете, мы думали, что мы уже не можем вернуться к тем, как уж мы говорили, лихим 90-м, когда неплатежи были обычным явлением, когда не было практически денежных расчетов, когда были только бартерные зачеты, и вообще была чехарда сплошная. После этого мы очень долго настраивали хозяйственный механизм, чтобы сделать, повысить дисциплину, в том числе и платежей. И, к сожалению, в последнее время вот эта беда, эти неплатежи, они просто каким-то снежным комом идут. Вы посмотрите, ведь задолженность по всем видам ресурсов порядка одного триллиона рублей. Политрическая энергия – 250, по теплу – 400, по газу – 200 и так далее. Это колоссальные суммы. Это деньги, которые недополучили ресурсоснабжающие организации, и не получили они их для своего развития. То есть для обеспечения более комфортных, более благополучной работы и жизни, как работы предприятия, так и жизни населения. А кто в основном потребляет, но не платит? Вот если, конечно, взять, как у нас принято, за 100% задолженность разбить, то 80% – это все-таки бюджетная сфера предприятия, и 20% населения. Вот примерно такой разбивка идет. Конечно, население старается в основном платить, и в разных регионах платежи разные от 95-97% до 70% примерно. И, к сожалению, мы сегодня с вами, навестники Кавказа, вот с платежами по Кавказу, по республикам Северного Кавказа, не совсем благополучно. То есть, все-таки, если говорить, что население наиболее сознательное и платящая часть населения, я говорю, платежеспособное. Ну, вот давайте я такой пример приведу, он характерный. Вот, вы понимаете, 6%, как поговорит статистика, население не платит, потому что считает, что та услуга, которая ему оказывается, она, не достойна того, чтобы за нее платить. 17% населения забывает платить, вы понимаете? Ну, забывает, ну, другие сборы. А еще, более приведу впечатляющую цифру, 51% населения, которое не платит, это средние и высокооплачиваемые жители. Вот это, конечно, заставляет задуматься. То есть, платить, видимо, за ресурсы, почему-то люди считают платить в последнюю очередь. Гораздо проще рассчитаться с государством по другим платежам, с банками, кстати говоря, тоже сейчас проблема возникает. А в последнюю очередь с ресурсоснабжающим организацией. Вот здесь надо все сделать для того, чтобы не только и агитационно, и разъяснительно, и законодательно повышать платежеспособность населения. Население надо заставлять платить всеми способами. Ну, Виктор Викторович, население, как Вы сказали, неплатежи составляют всего 20%, а 80% это предприятия. И бюджетная сфера. И бюджетная сфера. Ну, вот как-то удивительно, как предприятие может не платить за электричество. Или же это такие предприятия, которые физически нельзя отключить? Я скажу очень просто. Тоже не такая большая тайна в этом вопросе. Вы понимаете, электроэнергия за неоплату электроэнергии, пенни, пенни, начитывается из расчета 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка. Ну, перевести на простой язык, это примерно 7,5% годовых. Какое предприятие возьмет за 7,5% годовых кредит в банке? Такого нет. Нет, конечно. Поэтому, отсюда вывод, предприятию легче рассчитываться с кем угодно, но только не с энергетиками. Потому что там надо брать и рассчитываться, или брать кредит под такой высокий процент, а с энергетиками подождут. Может, там 7,5% нормальный. А вдобавок, у нас есть вторая беда. Это первая беда. Очень низкая. И поэтому здесь надо тоже этот вопрос законодательно решать. Вторая беда, которая тоже связана с вопросами неплатежей, это низкий штраф. И поэтому они, конечно, естественно, будут кредитоваться у энергоснабжающих организаций, или ресурсоснабжающих организаций, чем в банке. Надо всеми способами пытаться, так сказать, повысить дисциплину. Но одним из способов, конечно, способ принуждения. Ну, метод кнута, да. Принуждение, способ кнута, да. Вот это мы говорили о там, так сказать, поощрении и так далее. Это способ кнута, это способ наказания или усиление санкций за неплатежи. Вот я сказал уже, что примерно сейчас это одна трехсундая. В весеннюю сессию Государственной Думы был в первом чтении рассмотрен законопроект об усилении ответственности за неплатежи. с одной трехсотой до одной сто восьмидесятой до тридцать первого дня, а с тридцать первого дня одна сто тридцатая ставки рефинансирования Центрального банка. А это уже 20-21 процент годовых. Это уже где-то сравнимо с тем процентом, под который дает кредит банки, ну и финансовый институт страны. Я знаю, существует такая федеральная программа, она называется «Надежный партнер». Ну, сейчас на данный момент не все регионы в ней задействованы. Сколько регионов в ней участвует? «Надежный партнер». Вот эту программу мы тоже здесь разработали, и РУСГИДРО, и Совет Федерации. И мы благодарны нашим разработчикам, и Совет Федерации поддержал эту инициативу. Ведь сама программа «Надежный партнер» работает с 2013 года. Начали мы с 14 регионов, сейчас уже 30 регионов. На следующий год мы планируем порядка 43-44 регионов. И то есть за 2-3 года полностью охватить все регионы страны в эту программу. «Надежный партнер» программы – это не только поощрительная программа, где называются нормальные плательщики, которые не имеют задолженности, вовремя рассчитываются с поставщиками ресурсов, выполняют свои обязанности. Но и это дискуссионная, самое главное, она дискуссионная площадка, на которой специалисты и снабжающих, и производящих, и распределяющих организаций, потребителей обмениваются, вырабатывают решения. Для нас, законодатели, это очень важно, потому что мы можем использовать те предложения, которые мы наработаем на этих форумах, для законодательных инициатив. И результаты уже есть. Повышается дисциплина, хотя еще долги все-таки довольно тяжкие. Даже в тех регионах, которые участвуют. Да, даже в тех, которые участвуют. Ну, например, если взять по Кавказу, Северной Осетии, Алане, у них все-таки работа, видимо, проведена. А участвуют, да, регионы Северного Кавказа? Нет, вот сейчас я хочу сказать, нет. Они все, сейчас я скажу. Вот плохо, что еще пока регионы Северного Кавказа, где за должностью, за поставки довольно серьезная обстановка, они пока не включаются в эту программу. Я хотел бы, чтобы обязательно они поддержали, хотя им письма написаны, и вступили в эту программу. Это потихоньку, постепенно выход из того положения серьезного, в котором оказали, в том числе и Северный Кавказ. Но есть еще другое, ведь когда ресурсоснабжающие организации не получают деньги за поставленный ресурс, они обращаются, согласно нормативным актом, в судебные инстанции, принимаются определенные меры. И вот надо сказать, что я почему упомянул Северную Осетию, 80% из предъявленных исков в лагеря работе, в том числе и исполнительного аппарата республики, погашено. А если взять, например, Ингушетию, это 17% и так далее, из предъявленных исков. Поэтому здесь надо работать. Но надо включаться в эту работу, в надежный партнер. Я думаю, что они должны включиться обязательно. Какова ситуация с энергетикой на Северном Кавказе? О чем можно говорить? Можно ли говорить о профиците или дефиците мощностей? Значит, ну если мы говорим, затрагиваем тему, вот все-таки с неплатежами вопроса, и он наиболее такой сейчас злободневный для энергетики. Я всегда говорю, что неплатежи сейчас беда для энергетики. И вот если на оптовом рынке покупается электроэнергия, покупается на оптовом рынке. И вот из 50 миллиардов долгов по оптовому рынку, 28 миллиардов – это долги Северного Кавказа. Почти половина. Конечно, это очень большая величина. Поэтому это еще, говоря о том, что надо работать, в том числе и руководителям, и аппарату, исполнителям Республик Северного Кавказа над этой проблемой. Они, правда, работают, они занимаются. Ну ведь вы понимаете, вот в Дагестане, вот мы проверяем, делаем. Более сотни домов подключают без самовольных. Как к ним предъявить претензий? Электроэнергия идет? Как предъявить? Ну, предположим, даже ресурсно-обжающая организация подает иски. Как найти судебным приставом неплательщика, если он официально не зарегистрирован, не оформлен и так далее? Тоже на возник порядок. Ну и соответственно, у него нет ни счетчика, ни приборов, ни других приборов учета. Поэтому там, конечно, есть специфика. Я понимаю, там, в общем, дольше родственные связи и так далее. Но, тем не менее, все-таки вопрос, который, как мы показываем опыт Алании Республики, мы видим, что если работа серьезна, то можно достигать неплохих результатов. По Чеченской Республике тоже достигнут результаты неплохие. Ну вот, надо подтягиваться тем, о которых я сказал. Спасибо большое, Виктор Викторович. Я напомню, что с вами была программа «Трибуна». И сегодня у нас в костях был Виктор Рогутский, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Ярославской области. Спасибо.